Дождь в кабинетах, фойе в раздевалке. К такой непогоде внутри школы, педагоги и ученики, кажется, уже привыкли. В коридорах стоят ведра, лежат тряпки на всякий случай. Но это не помогает, говорят учителям. Нужны кардинальные меры. 28-й школе почти 40 лет. За это время кровлю капитально не ремонтировали. В прошлом году сотрудников образовательного учреждения обрадовали. Крышу должны были восстановить в течение лета. Приехали строители, работа закипела. Но ненадолго. Подрядчик оказался недобросовестным. Сейчас снова дожди в коридорах. Опять те же тряпки и ведра. И желтые разводы на стенах. Не только дети страдали. Понятно, что и учителям было некомфортно. Потому что и родителям, естественно, что если капает, то тут хоть под зонтом можно было ходить. Но, к сожалению, вот это продолжалось года два или три у нас. И сейчас я надеюсь на то, что все-таки будет качественный ремонт произведен. Потому что будет полностью замена кровли. Беталлическая крыша там будет полностью заменена. И даже специальные утеплители будут положены. Поэтому я думаю, что все будет очень качественно и хорошо. Директор надеется, что в этом году будет все иначе. Восстановительные работы начнутся в понедельник. Подрядчику необходимо полностью заменить кровлю. И сделать так, чтобы там не появлялись лужи. В противном случае ему придется выплатить штраф, говорят в мэрии. С работой строителей строго следят и в 32-й школе. Сейчас там меняют санузлы. Эти работы проводят по программе укрепления материально-технической базы, которая рассчитана до 2022 года. В этом году на все школы и детсады выделили почти 18 миллионов рублей. Например, в 15-й школе идут ремонтные работы актового зала. В 9-й школе с углубленным изучением отдельных предметов идет ремонт спортивного зала. То есть более объемные работы. Кроме того, происходит, естественно, частичная замена оконных блоков. То есть не полностью во всем учреждении, а там, где действительно, вот в первоочередном порядке. Это тоже достаточно большая группа детских садов и школ. Масштабные работы пройдут и в дошкольных учреждениях. В детском саду номер 106 уже заменили окна, в группах отремонтировали полы. Осталось только постелить линолеум, радуются воспитатели. Пока здесь все приводят в порядок, малышей пришлось перевести к другим ребятам, этажом ниже. Вернуться в свою группу они смогут уже через неделю. В учреждениях, где работали лагеря дневного пребывания, ремонты пока не начались. Но уже на следующей неделе в рамках муниципальной программы планируют заменить старое оборудование в столовых и прачечных. Там, где необходимо, приобретут новую мебель. Как рассказали нам в Управлении образования, большинство работ проводят по предписанию сотрудников Роспотребнадзора. В течение года у них было много замечаний, говорят специалисты. Чтобы устранить все нарушения, у сотрудников образовательных учреждений совсем немного времени. Принимать школы и детские сады к новому учебному году специалисты различных ведомств будут до 15 августа. Татьяна Жданова, Анатолий Холин, Новости.